ДИКТАНТЫ, ЗАЧЁТЫ, ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ РАБОТЫ И, наконец, ЕГЭ. Страшно не стало? Ну, надеюсь, что нет, так как тему страхов мы уже с вами обсудили в прошлом выпуске телепроекта «Ответ себе». А сегодня я хочу помочь родителям и школьникам выстроить здоровые взаимоотношения во время подготовки к экзаменам. Но прежде чем мы встанем на место наших детей и узнаем, что они испытывают в этот период, я предлагаю выслушать представителя родительского сообщества. Лариса Невидайло – эксперт в сфере бизнеса, мама троих детей. Дочь Екатерина заканчивает школу и готовится к экзаменам. Лариса Кирилловна не вмешивается в подготовку и выбор своей дочери. Да убьют, наверное, меня все мамы, которые сейчас меня слушают и видят. Она сейчас больше готовится к поступлению в колледж искусств. Она больше занимается музыкой, чем она занимается больше уроками. Потому что она говорит, не переживай русский и математику. Я и так знаю, я хорошо сдам ИГЭ и занимается музыкой. Она мне объясняет, говорит, мама, если я буду преподавать музыку, если я не стану великим музыкантом, а буду преподавать музыку у детей и буду счастлива от этого, неужели ты будешь несчастлива от того, что я не стану каким-нибудь крутым бизнесменом или крутым политиком? Я поддерживаю свою дочь, потому что, в принципе, у меня тоже не с первого раза все получилось. Я в рестораторы пришла в 30 лет вообще. И я нашла дело в своей жизни тогда, которым я занималась больше 20 лет. И сейчас я с удовольствием занимаюсь тем, я сейчас занимаюсь. Поэтому не самое главное, чтобы она была счастлива. А музыкант она будет, политик, артист или преподаватель музыки. И это не так важно. Сегодня я буду представлять интересы школьников. Мы находимся в Тюменской гимназии номер один. И для того, чтобы разобраться в этом вопросе и помочь научиться правильно выстраивать взаимоотношения родителям с детьми во время обучения в школе, я пригласил на встречу двух психологов. Это Ольга Мальцева и Людмила Кругова. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хочется разобраться, правильно ли выстраивать взаимоотношения Ларис Кирилловна со своей дочерью, не делая уроки, не помогая ей. Она полностью доверяет своей дочери и позволяет ей самостоятельно вести ответственность. Мы, как правило, рассматриваем такие контексты через призму следующую, как при этом переживает себя ребенок. Когда вообще родитель делает с ребенком уроки вместе, не наталкивает на какую-то идею, а делает вместе. Это означает, я делю с тобой ответственность, или еще хуже, забираю ее себе. И тогда ребенок понимает, это не про мою самостоятельность, это не про мою компетентность. И поэтому, если история развития была так, что ребенок действительно способен, а многие дети абсолютно способны самостоятельно справляться с уроками, то тогда это логическое завершение того, что в моих глазах ты, моя дочь, самостоятельная, ты компетентна, да, и ты вполне справляешься вот с той областью своей ответственности, которая есть. И тогда, я думаю, что все совершенно замечательно. Это же история не о том, что вот как хочешь справляйся, и это не мои проблемы, а это история о том, что я тебе доверяю, и у тебя все получится. Но ребенок всегда понимает, что родитель рядом, и если какое-то случается, ну, в жизни всякое случается, и не всегда ребенок, подросток может найти решение какой-то проблемы, задачи, там, задания, то он всегда может обратиться к родителям. Быть не внутри вот, что называется, жизни ребенка, а быть рядом, вот эта задача родителей. Вот как в это сложное для ребенка время, подготовки к экзаменам, в принципе, вообще в школьные годы, правильно выстраивать родителям отношения со своими детьми. Все мы были с вами, будучи родителем, вы были как выпускниками в детском саду. Вы помните, про что поют и что обещают наши выпускники детского сада? Вот, и обещаем там отлично учиться, вот, и хотим оценку 5 на уроках получать. То есть речь идет уже о том, что если ты оценку 5 получать не будешь, то вот это уже, в общем, какой-то не очень полноценный, да? Я очень часто провожу собрания с родителями, начиная с такого вопроса. Скажите, пожалуйста, дорогие родители, каким, как вы встречаете ребенка, пришедшего из школы? Вот, верите, процентов 70 выкриков, которые есть, да? Что ты сегодня получил? И тогда смотрите, что получается. Если я получила 3 пятерки, ты молодец, я горда, там всем позвонила, да? Все правильно, так и должно быть. Ты вписалась в мои ожидания, это здорово. И тогда чему я, ребенок, ровняюсь в глазах мамы? А я ровняюсь тогда исключительно школьной успешности или неуспешности. Смотрите, не как твоя шутка на КВН, порвали ли вы свою шутку сегодня в КВН? Не с Борькой-то помирилась, что там у тебя, как, да? Вот не про то, с чем я уходила. Не про жизнь. Не про мою жизнь. Вся моя жизнь в глазах. Родители, она смыкается. Смотрите, заканчивается в четверть пятом классе. У человека одна тройка по предмету, который он не очень любит, не очень способен. Это нормальный абсен на самом деле. Подходит классный руководитель и начинает, ну, Люда, ну, милая, ну, у тебя одна тройка. Я там уже договорилась с Натальей Павловной. Там напишешь рефератик, там все будет хорошо, да? А Люда говорит, ну, не пойду исправлять. Как? Люда, ты же троечница. А Люда говорит, и что? Тогда я звоню Людиным родителям и говорю, ребят, вы что не понимаете, у вас дочь троечница. Я говорю, и что? И как вы сейчас ее не прижмете, чтобы она не исправила эту одну тройку? Они говорят, нет. И что, в каникулы исправлять не будете? Нет, пусть горки катаются. Вот когда меня спросили, как психолога, какой ребенок больше его достигнет? Какой ребенок больше будет верить в себя и находить вот эту поддержку, о которой сейчас говорили, да? Невротичный отличник. Я сейчас не про тех отличников, которые способны, которые любят, у которых есть вкус вообще к знаниям и добывать знаний. Я вот попросила детей, которые потом приходится откачивать, и вот, начиная с того, что налаживаются отношения между родителями и ребенком, не равняется ребенок своей школьной успешности, он гораздо больше. Когда родитель, который, ну, по каким-то причинам, там, я не знаю, сложности, трудности, там, времена другие были, не достиг чего-то и пытается вложить то, что я хотел, это пусть будет фигурное катание, это пусть будет либо 18 репетиторов за неделю, но чтобы ребенок достиг большего. Вот этим самым ребенок может не достичь большего, а прийти вот к невротизации той, о которой мы говорим. Тогда у меня возникает вопрос. Часто случается так, что связь родителя-ребенка потеряна в какой-то момент. Вот как? Возможно ли вообще самостоятельно школьнику справиться вот с этим эмоциональным стрессом, самостоятельно восстановить себя? Ну, для этого нужна сила, нужна энергия. И знаете, когда это случается, когда, возможно, в системе семьи есть кто-то, у кого я могу получать политическое убежище, есть кто-то, кто сеет сомнения, так ли ты плох на самом деле, так ли ты не способен. Это могут бабушки, там, тетушки, старшие братья. Возможно, это может быть учитель, который референтен для меня, который значим для меня, который замечает мои успехи, и я ему верю. Все равно должен быть кто-то, человек в существо социальное, он не может жить один, и один справляться, вот один на один. Это даже неправильно, когда он остается один на один. Все равно должен быть тот человек, которому можно довериться, открыться, рассказать о своих проблемах и попросить о помощи. И это не всегда родители, как мы с вами выяснили, да? И случается часто так, что ребенок закрылся. Как вернуть его расположение вот в этот сложный период, когда он закрыт, он не просит о помощи, он сам по себе, у него проблемы в школе, мы это видим, но достучаться не можем. Единственный способ, вот с чего возможно начать налаживание отношений, это пытаться говорить на языке собственного ребенка. Я сейчас страдаю от того, что ты закрылся. Вот не из своего эго, там, не знаю, спокойного, неспокойного, воспаленного сейчас говорить, да? Вот то, что называется активным услышанием. Насколько возможно сейчас тебе нужна моя помощь, да? Мне показалось, что в последнее время ты чувствуешь себя как-то там более печально, чем обычно. Иногда родители, к сожалению, употребляют позицию, принимают позицию. Ты сообщение, ты лентяй, ты неряха, ты опять не сделал, ты… И я всегда сравниваю это, как есть детская игра, дартс, дротики кидаем, затыкиваем, да? Ты, 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 ты. Дротики-то мы вытаскиваем, дырочки остаются в поле. И поэтому нужно, наверное, говорить о себе, о своих чувствах, о своих переживаниях. Я горжусь, что когда у тебя все получается, я расстраиваюсь, когда, ну, что-то в твоей жизни происходит. Я всегда пойму тебя и приму, ну, твои какие-то решения, постараюсь понять и принять. Можно ли считать настрой ребят верным, когда он звучит так? Нездача – это не конец света. Потому что здесь есть тонкая грань про мотивацию, как здесь ее не потерять при этом. Когда говорят про невротизацию, касаемую ЕГЭ, в эти вопросы, а надо ли с ребенком просчитывать, а что случится, если он не сдаст, да? Если вот шансы на это есть, я думаю, вот спокойно просчитать риски, наверное, есть смысл. Или мы думаем с тобой, какая помощь нужна, да? Либо просчитываем варианты, когда говорим, будут ЕГЭ запасные, будет ЕГЭ еще там на следующий год. Потому что, знаете, вот аффективные желания уйти из жизни в этот момент, к сожалению, как, не знаю, как гимн того, что жизнь закончилась с ЕГЭ, но, к сожалению, это реальность. Это реальность вот в нашей стране, да? Дети очень хорошо считывают состояние родителей. Даже если он говорит фразу, ну, не сдашь ЕГЭ, это не конец света, но ребенок чувствует, что родитель просто вот из себя выдавил эту фразу, а на самом деле-то чувствует такой страх, а вдруг это действительно случится, то, ну, вряд ли будет вот позитивный результат. Дело в том, что для учителя, видимо, результат ЕГЭ по его предмету, ну, наверное, вот Людмила Викторовна лучше знает, насколько это вот как бы его визитная карточка как преподавателя, да? И вот в этом смысле, как переживает ребенок себя в этой ситуации, как-то вот об этом забывается. И звучит, вы плохие родители, если ваш ребенок там не ударник и не отличник. Что делается? Культивируется вина. И у меня сейчас очень симпатичные разговоры, которые, наконец-то, вот я сейчас слышу из людей образования, что тройка – это означает ребенок присвоил, усвоил предмет. Все. Есть же такое, что счастливый ученик у счастливого учителя, мотивированный у мотивированного учителя, умный у умного учителя. Ну, так вот, иногда, наверное, если нет мотивации у ученика, может быть, самому учителю не хватает где-то мотивации на то, чтобы понять, принять вот его способности и каким-то образом найти те изюминки, в которых вот он может раскрыться даже в рамках этого предмета. Я благодарю вас за безумно полезную и интересную беседу. Я думаю, каждый зритель сделает правильные выводы. Он свои делает. И ребята, и родители, и учителя. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо ребятам. Ребята, вам тоже огромное спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok